странно ощущать себя в мире без звуков дети улица город и тишина будто давний фильм идет перед глазами мир без звуков такой спокойный и неторопливый что события дня вчерашнего кажутся далеким воспоминанием серёжа ну что подписал подписал далекий гарнизон как сказать ты скажи я все равно согласно но не близко на какой широте представь себе ленинград и магадан на одной широте куда хочешь домой к маме я тоже меня направили в афганистан куда или поражение в девятилетнем конфликте можно с уверенностью утверждать да это победа победа здравого смысла победа нового мышления созвучного отчаянием миллионов честных людей во всем мире 15 февраля этот день будет отмечен ну вот и отвоевались хлопцы отдали долг мать его кочерыжку вообще-то радоваться надо да радость какая-то с горчинкой товарищ полковник ничего проглотим 9 лет глотали итак перед началом движения частей сороковой армии очищаем участки квадратов 305 306 капитан и ващенко я здесь встретит наиболее сильное сопротивление по данной спецразведки духи устроили нечто вроде укрепрайонов авиация поможет поможет если вы обезвредите огневые точки духов работать будете в спарке с лейтенантом князевым у него спецгруппа надеюсь вы в курсе да конечно моджахеды будут пытаться напоследно нашкодит нам так сказать проводить и задача у них сейчас одна уколоть нас укусить да побольнее что добавишь на штаба принципе немного товарищ полковник похоже что в нашем замысле стало известно противнику не преувеличиваешь буквально в последние часы отмечена активность да наша разведка взбодрилась похвально что группа сопровождения готова товарищ полковник товарищ полковник у меня предложение к примеру так сказать может перенести срок операции ни в коем случае и вы сами знаете почему товарищ полковник я думаю сейчас подходящий случай командование могло же учесть реальную обстановку вы соображаете что говорите дата объявлена заранее весь мир ждет этой минуты иначе армия увязнет мелких боях и прочее и прочее извините страна капитан такое впечатление как будто вы не хотите побыстрее уйти из этой страны да и вообще не трогал эту страну что ж теперь капитан говорить об этом позови зеленых есть здравствуйте здравствуйте вы местные лейтенант из этих мест товарищ полковник у него с русским туго туго то бегу а а лейтенант говорит что с операцией нужно спешить спешить очень спешить хорошо князев это тебе в помощь значит проверить готовность и 5.00 с богом все свободны погоди серёжа ты хорошо усвоил инструкции ну а теперь о них забудь я к тому что инструкции иногда мешают иди сюда примерно здесь находятся их огневые точки нужно найти и обезвредить зеленых слушай а сам мотай себе на ус у тебя свой переводчик есть есть рассулов а главное после завтра в 15.00 начинается операция крыша к этому времени должен успеть иначе попадешь под свои же снаряды погибнуть и своих товарищ полковник простите у вас неприятности а нет что-то я устал а так все хорошо иди погоди серёжа надо выдержать трое суток осталось иди иди слушаю а что группа толмачёва молчит хорошо будем ждать молчит товарищ командир мой единственный сын макиян витя моя радость и надежда без вести пропал служил он вашей части сделайте все что возможно может он еще жив а а а а спирт есть поищем лучше самогон самогон Вот, немного осталось. Товарищ капитан, у меня вопрос что ли? Ну? Там, у полковника. Мне показалось, при моем упоминании, у вас мелькнула то ли досада, то ли раздражение. Крестись, показалось. Будь здоров. Давно в Афгане? Не очень. А какое это имеет значение? Да ладно, не кипятись, че ты. Слушай, давай на ты. Недавно, значит. Да. А я полный срок. Плюс 14 дней. Я что-то делаю не так? Да нет, пока так. Просто нас с тобой впрыгли в одну повозку, очень хотелось, чтобы она не дергалась. Я с вами, я с тобой откровенен. Я тоже. А если разобраться, да тут и разбираться нечего. Действия моей роты второстепенны. Я создаю условия для работы спецгруппы. Твоей, разумеется. Вся публика в дерьме, тут выхожу я весь в белом. Ну зачем так? Да ладно, подожди. Ты в случае чего рванешь в горы. А мне что делать? Я мишень, понимаешь? Мишень! За три дня до окончания этой... войны. Не, серьезно. А нужно так. Подкатил. И сходу. Девушка. Вы Наташа? Почему Наташа? Я Оля. Ах, да, действительно. Имя вам подобрали под цвет глаз. Я серьезно. Я психолог. А, дешевая заливка. И все. Бери под руку и веди куда хочешь. Ты-то водил. Я? Ха, пацан. Конечно, в детдоме особо не разгуляешься. И вообще... Водил не водил, а знаю. Если сидишь в компании, ищи гитару. Подай-ка гитару. В общем так. Бабы, особенно сельские, от гитары дуреют. Один взгляд на нее. Ну, чтобы поняла. И вперед. Не слушай ты его, Сашка. Треп это все. Солянка для Бобика. Глазский роман с Лаурой Джульетта. Когда это было? Ты что, всерьез веришь? Вот так подаешь, как ты рассказываешь? Девушка, вы Наташа. Она тебе знает, что ответит? Ну? Знаешь, нет? Давай. Бедняки любви захотелось. А денежки имеются? Любовь за так не отпускается. По преискуранту. А. Все бабы одна, подлянка. Мразь. Ух ты, пузырь. Глеб. Чем занимаемся? Чаи гоняем, товарищ полковник. Да? А время? Так у меня бессонница. Завтра ранний подъем, все равно не усну. А ты, Субботин, садитесь. Я, товарищ полковник, еще сутки бы не спал. Скорей бы домой. А то так уснешь, а духи ракетами накроют. Да услышал я ваши разговоры о ракетах. Хорошо играешь, Корж. М. Только песни у тебя какие-то затрепанные. Казацкое творчество. Ну ладно, ты мне не говори про украинские-то песни. У меня от Украины фамилии только и осталось. Я этой Украины никогда и не видел. Дай гитару. А что, разве других песен нет? Правильно я говорю, Дурдеев? Так точно. Вот так вот. Анатолий Иванович, ну что ж тут поделаешь? Война весь жестокая. Да-да, могут быть жертвы. Так что ли? Дай я тебе скажу. Жертвы мне рождаются. Их выращивают. Как кроликов. Да ладно. Все равно. Жена сбежала. Сука, схоронила меня здесь. И ушла. Ты-то женат. Слушай, включи хоть музыку, елки-палки. Эй, эй, злой Я с тобой За тобой За тобой Будто только Одна Забота Будто Выследил Главное Что-то То, Что с ними То скука К рукой То, Что с ними То скука К рукой Сколько А Лет Ход Ход В чем Секрет Может, я Невезучий Не знаю Как бродяга Гуляю По маю И И парохода Мне Нет От Примет И Парохода Мне Нет От Примет И Парохода Примет Мы Предваряем выход 40-й армии государственной границы Задача Проверить участок маршрута И Подавить Возможные очаги сопротивления Движение колонной Скорость По головной машине На обочину не выезжать Возможно Минирование При обстреле Увеличить обороты Вопросы? Вопросов нет По машинам Глеб, давай расположение роты Не понял За что? Рядовой летус Выполняйте приказ Что случилось? Да не знаю я И кончай база По местам быстро По местам Так по местам Чего рать-то? По местам КОНЕЦ Нашептал кое-кому, мол, лейтенант выскочка и все такое. Ему майора не присвоили, так он на нас зло сгоняет. Что, не так? При чем здесь капитан? При чем здесь начальство? Воюем, как мудаки. За что присваивать? А как надо воевать? Ты подскажи, Суворов. Как надо? Мы хотели выиграть эту странную войну? Так и нечего было стесняться. Какой кишлак помогает духам? Все к черту. Чтоб и места на карте не осталось. Тактику выжженной земли, слыхал? Меняй пластинку, Сашка. Эта политика в печенках уже. Разрешите обратиться, товарищ полковник? Рядовой летус. С жалобой пришел. Ну, проходи, проходи. Товарищ полковник, лейтенант Князев без объяснения остроил меня от выполнения боевой задачи. Так. Я что, оскорбил его? Он даже не соизволил... Это мой приказ. А приказ надо выполнять. Слушаюсь. Садись. Ты чего в последнее время такой взъерошенный? Сиди, сиди. Никак нет. Сиди. Давай как на духу. Что случилось? Дома что-нибудь? Может, извести какое? Ну, рассказывай, рассказывай. Да вот такая история. Дружил с девчонкой, она американка. Училась в Москве. Ну. Влюбились. И она, и я. Бродил, как в горячке. Мы идем в Штаты, говорит. Или здесь распишемся. Обвенчаемся по-христиански. А тут армия афган. Я ей, конечно, писал. Можно собрание сочинения составить. А она молчит? Да, в общем. Потом, через год. Вот недавно письмо получил. Мать переслала. Останемся, пишут. Друзьями. Вот так. Да. Мрачноватый пейзажик. А если это проверочка? А? Женщина родится такой, знаешь. Я тоже когда-то подобное прочел от жены. Но я ей сразу телеграмму. Получил новую форму. С портупеей. Приеду, разберемся. Помогло? Хотя, конечно, мы старомодны. У вас сейчас другие взаимоотношения. Знаешь, я на твоем месте. Все же написал бы ей. Все-таки, женщина есть женщина. Хорошо, Зарис Волковник. Ну, а что касается группы лейтенанта Князева. Это я тебя отстранил. Почему? Вот через три дня вернемся домой. Я тебе объясню. Иди. Ну вот, скажем, выбрали девчонку. Ну? Мисс Узбекистан. Первая красавица, понимаете? Первая. Ну, ну. Она моя невеста. Твоя? Ну, не моя, Расулова. Какая разница? Представляете? Королева. Так Расулова остается только с ума сойти? Да брось. Чего брось? Ведь сопрут. Из-под руки сопрут. Хе-хе. Оставь женщин в покое. Маламолка какая-то. Хе-хе-хе. Ахе-хе-хе-хе. КОНЕЦ 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 Что там случилось? Вон! Впереди колонна горит майора Благова. Подрыв? А, на итальянку нарвались, а еще духи добавили. Ай, твою дивизию. Что стоим? Пошли вас таскивать. М-м-м. КОНЕЦ 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 Ну что, получил свою порцию? Да, пощипали малость. Вон камаз горит. Вижу. Ладно, я пошел разбираться. Давай. Так, Серега, бери своих людей и давай вверх прочешешь. А я останусь здесь. Подберу. Как велено было. Хорошо. На связь выходим, как договорились? Да. Корж! Сычева. Баю! Что смотрите? Да вот, смотрю. Ты знаешь, сидим тебя представить не могу. Чего? Чего-чего. Ну не всегда же мы будем с тобой такие. А? А. Когда-то и мы будем старичками. Домой скоро, а, Саш? Представь себе, сидим мы с тобой на речке Званка. Почему Званка? Ну, к примеру. Рыбачить хочется, понимаешь, рыбачить. А, тишина, конец августа, зорька. Туман над водой. Поплавочек стоит. И вдруг один из старичков говорит. Сашка, а ты помнишь Кандагар, а? Я-то помню. Да. Нет, я тебе седым представить не могу. И не пытайтесь. Я к тому времени буду лысым. Полговник Руденко. Что слышно от групп, Василий Андреевич? Группы работают, товарищ генерал? Усмеете? Думаю, да. Хотя на тропах много шакалов. Сами понимаете. Понимаю. Вот сейчас за твоей спиной кто-то шалит. Не твои же это? Не думаю. Может, духи между собой? У них это часто? Еще вчера ты ручался за этот участок. Что за ерунда? Товарищ генерал, я сам немедленно все узнаю и доложу. Давай. Есть. Крас. 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 Я уезжаю к перевалу Кухосья. Быстро за мной сопровождение. Есть. И ты здесь? Так точно, товарищ полковник. Смотри у меня. Заводи. Товарищ лейтенант. Закон. Не отставай. Изверги. А ты чего, как на прогулке? Наблюдатель. Товарищ полковник. Товарищ полковник. Товарищ полковник. Краны. Куда? Разад. Люк. Сейчас. 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 Все. 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 Чёрт! Чёрт! Эй, эй! Сахап, сахап! Что рови, командан? Вставайся, плен! Поинставайся! Хорошо жить будешь! Машину даём! Хорошую женщину даём! Десят тысяч долларов даём! Слыхал? Так точно! Немало дают! Но мы ещё поторгуемся! Дай-ка! Сволочи! Перекрыли! Ну ничего, ничего! Поторгуемся вслепую! От... Хорошо не обострелял, командант! Что с ним? Да сливой, но... Что с ним? Да сливой так надо снимать! Да сливой так надо снимать! Вза Shuqa! Красивый так может дайв Australia! Ааа LOOK! Кадьер! Ааа! Ааа! Ааааа! Эй, бабка! Что, глухая что ли? А? Там кто? Маджахеды? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что, все живы, захватчики? Виноваты освободители. Ну что ж ты делаешь? Стрелять, стрелять. Зачем же давишь этих, а? Да ладно, сочнемся перед Богом. Слушай, ты давай, бери людей, смотри, вон тот закоулок. А я здесь останусь. Только дай кого-нибудь. Все нормально, че ты? С капитаном Расулов. Пошли. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Расулов? Ты здесь? Расулов, не отставай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, наркоши, понастроили. Посмотри справа. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Расулов. Тебе ничего не послышалось? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Расулов? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Еди! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ НебMen! НебMen! Встает плен, сурови, и семьем сажадим. Глеб, иди сюда. Ты своей американке написал? Нет, товарищ полковник, не успел. Вот что, Глеб, чем они нас здесь зажарят? Лучше уж сразу. Все. Ну что, Серега, первый рубеж, считай, взяли. Тут до кишлака АЧ 9 километров. Восемь по карте. Значит, восемь. Давай, бери людей и туда. Лови свои стингеры, только в бой не ввязывайся. И меня радируют в случае чего. А я буду жив, помогу. Забери груз 200. Конечно. Жаль, Рассулова. Уберите их! Уберите иначе всех! Уберите их! Отставьте истерику! Тихо, понял? Спокойно, тихо. Ну, ну, все, все, все. А все-таки, Серега, мы все для них чужие. Уберите их! Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! Что? Читайте мне кем угодно. Ну, кем, например? Ты хоть идиотом, но этот Махкам... Чего? Топасет он нас всех. Гад буду, если не прав. Ну, с чего ты взял? Я тертый, малый. Чувствую на раз. Видели бы вы, как он глазами зеркает? Аж затылок прожигает. Ладно, успокойся. Лейтенант! Внизу, за горой, Кишлак Акче. Я прошу вас разведать его. Далее. А мы обойдем долину справа. Нужно выиграть время. Встречаемся в Акче. Далее. Встречаемся в Акче. Через три часа. Встречаемся в Акче. Встречаемся в Акче. Продолжение следует... 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Постой! Шаганэ! Шаганэ! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Есть. Надо наверняка. Я их отвлеку. Объясню. Сейчас они приползут сюда. Давай вниз, а я им тут ставлю. Да сообщи третьему. Капитан! Время! Давай, Соботин. Работай. Есть. Операция крыша. Операция крыша. Бог мой. Давай связь. Есть. Давай. Три. Я Собсан. Прием. Установка обнаружена. Три. Я Собсан. Прием. Установка обнаружена. Квадрат 306. 362 обнаружен. Квадрат 306. Ориентир. 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 Зеленая ракета. Ориентир. Зеленая ракета. Ракета зелёная! Что это? Давай к ходу! К ходу отсюда! К ходу отсюда! Серёжа? Субтитры создавал DimaTorzok К ходу отсюда! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Передо мной мелькают лица Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok